Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тем временем». Я Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы «Стоит ли корить интеллигенцию?» Но прежде чем начать разговор с моими собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. «Интеллигенты – люди, свободные в своих убеждениях. Не свободен интеллигент только от своей совести и мысли», считал Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Во всем мире есть сословия, занятые умственным или творческим трудом и получившие хорошее образование. Но этих людей называют интеллектуалами и не призывают быть совестью нации. Интеллектуал на Западе – род занятий, а не нравственная категория. А интеллигенция – это русское понятие». Недавно протеерей Всеволод Чаплин обвинил интеллигенцию в грехе русофобии, ненависти к сильному государству и стихийному анархизму. Это высказывание представителя церкви придало динамику и бестовонию тихающим спорам о роли, которую сыграла интеллигенция в русской истории и ее месте в жизни современной России. С XIX века интеллигенцию принято либо демонизировать, либо превозносить. Она и разрушила империю, и спасла русскую культуру, и страшно далека от народа и его заступницы перед властью. Но существует ли вообще русская интеллигенция, или это миф? Можно ли признать ее сословием, или, как было принято в советское время, хотя бы прослойкой? Это общность социальная или все же культурная? Есть ли у современной интеллигенции единая система взглядов? А если нет, то объединяет ли ее что-либо? Необходимо ли разделять определенные убеждения, чтобы считаться интеллигентом, или достаточно хорошего образования и воспитания? Допустимо ли в категориях греха и добродетели описывать социальную реальность и возлагать на целые сословия коллективную ответственность за исторический выбор? И в каких грехах в таком случае повинны перед Россией другие сословия? Аристократию, духовенство, мещане? Об этом размышляют гости программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников Кирилл Александрович Фролов, историк, публицист, глава Ассоциации православных экспертов. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета НГУ. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Протеерей Фил Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Русской православной церкви. Здравствуйте. Всех сердечно приветствую. Сергей Шаргунов, писатель. Здравствуйте. Илья Калмановский, научный руководитель проекта «СНОП». Здравствуйте. Фёкла Никитична Толстая, журналист. Здравствуйте. Добрый вечер. Я понимаю, в последнее время, отец Селт, вы так публично, жёстко ругались на интеллигенцию, что все будут вспоминать про эти ваши рассказы. Я жалею. Я понимаю, да, так люблю, а так нет. А так жалею. А так жалею. Но всё, чтобы это не превращалось в ваше личное дело, всё-таки хочется означать чего-то другого. А что вообще это такое интеллигенция? Она вообще есть? Или это некоторые мифологемы, которые есть в книжках, а в жизни просто уже отсутствуют? Интересно, когда возник этот термин. Это не феномен Ребренного века, это феномен советский и отчасти постсоветский. Термин возник, мы точно можем сказать. У него есть дожавца, фамилия Бабарыкин. Нет, строго говоря, термин интеллигенция польский. Бальзак этот термин использовал, предложил создать партию интеллигенции со своими печатными средствами. В кругу Жуковского этот термин услышали. В дневнике Жуковского в 1836 году этот термин впервые появляется. Входит в оборот, да, благодаря Бабарыкину, но то ли это явление, которое вызначило Бабарыкину, или сегодня мы имеем в виду дело с чем-то другим, вот это как раз очень интересно. Я считаю, что было негативное определение в советском обществе о классе людей, который был, что называется, на подозрении народной интеллигенции, советской интеллигенции, называйте как хотите, но какая-то определенная негативная коннотация в отношении к этому классу была. Негативность со стороны власти или со стороны самого общества? Со стороны общества и власти. Они в этом плане были очень близки друг к другу, к сожалению или к счастью. Интеллигенция как некий феномен формируется, конечно, еще до 20 века, но, конечно, поворотная точка для формирования интеллигенции – это, пожалуй, вехи, вот выход вехов и вот эта дискуссия, которую, в общем-то, начали достаточно молодые люди тогда. Она и начала этот разговор всерьез и громко. В принципе, несмотря на все такие вот родовые грехи и слабости интеллигенции, я думаю, что есть некоторые важные отличительные черты. Это все-таки подчеркнутая совестливость, это желание участвовать в жизни страны и общества, это то народничество, которое перекидывается из 19 века, по сию пору сохраняется в тех людях, которые сочувствуют униженным и оскорбленным. Есть феномен русской интеллигенции, это не прямо интеллектуалы, которые на Западе называются тем же корнем, тем же словом. Значит, конечно, нужно различать, и нам в разговоре это важно понимать, что есть интеллигентный человек, как просто качество характера, и здесь это не имеет отношения к социальному слову, которому принадлежит человек. И есть все-таки интеллигенция в социальном значении этого слова, которая часто ассоциируется, связана с умственным трудом, но для которой важнейшая вещь – это осознание своей роли в обществе и это роль общества, это связано… Так это важно для каждого слоя народа. Я просто хотела бы фразу закончить и дальше с удовольствием дам вам слово. Просто вот в самом корне слова «интеллигенция» заложено то, что это люди, которые рефлексируют, которые думают не только о себе, а о том, что происходит в обществе, и их это беспокоит, волнует. Они осознают происходящее. Может быть, относятся к нему критически, что чаще всего в интеллигенции, относительно власти. Это может войти в определение слова «интеллигенция» для меня во всяком случае. Очень много очень хороших качеств, о которых сказал Сергей, которые должны быть у каждого человека. У хорошего рабочего, у хорошего здесь землепашца, у хорошего военного и так далее. И вовсе не только у интеллигента. Проблема в том, что интеллигенция пытается зарезервировать за собой некоторые качества, а также право думать и подсказывать решения. Ну, во-первых, мне кажется, нужно отказаться от каких-то очень нравственных определений интеллигенции, потому что они давно уже действительно в прошлом. Те качества, о которых мы говорим, нравственность и так далее, все это характеризует не только этот слой людей. Мне кажется, это... А он есть, вот все-таки? Он есть и будет, и явно не кончится на нынешнем этапе. Вот есть интеллектуальный класс, те люди, которые заняты, прежде всего, производством и трансляцией знаний. Они производят новые знания. Это ученые, это преподаватели и обслуживающая их большая инфраструктура. Но есть, кроме, собственно, ученых и так далее, есть политизированная часть. Вот это, собственно, и есть интеллигенция. Но интеллигенция – это плод теоретической ошибки. Дело в том, что эти люди не чувствовали себя классом. Они чувствовали себя прослойкой, как в советское время говорили. Они чувствовали себя каким-то деклассированным элементом. И все время пытались приспособиться к каким-то другим слоям и общества. К рабочим представлять их интересы, к крестьянам представлять их интересы. Ну, в конечном счете, в наше постсоветское время, к буржуазии, так, новой, и представлять их интересы. Они никогда не ощущали, что они, на самом деле, представляют собственные интересы. И вот это была их теоретическая ошибка. Спасибо, Леонид Кирилл. Пожалуйста, после этого вы видите. Мне кажется, что отец Сил пытается продолжать веховскую традицию, известно. Глубокую интеллигентскую, как указал Сергей Шаргонов. Ну, как раз веховцы растождествляли интеллектуальный класс и интеллигенцию. Веховцы же говорили, что они интеллектуалы, но не интеллигенты. И они говорили, что интеллигенция – это специфическая прослойка интеллектуалов, что в России русский интеллигент, он – это не просто интеллектуал, не просто размышляющий о судьбах своей страны, но размышляющий под определенным углом зрения, под углом отрицания. Поэтому Струва так и жестко, так сказать, даже обижался, и многие другие, когда его причисляли многие другие русские консервативные интеллектуалы, всегда себя с интеллигенцией растождествляли. И вспомним рассуждение Достоевского о том, что чем русский либерал отличается от либерала западного, что западный либерал ненавидит порядки в своей стране, и говорит Достоевский, что я и сам многие порядки не люблю, но чем же русский либерал отличается от западного, что русский либерал всю Россию ненавидит, а если он увидит настоящего русского либерала, который критикует порядки, но выступает за Россию, то он его расцелует. Вывод какой? что, кстати, Веховцы и Достоевские критикуют специфическую отрасль интеллигенции, которая относится к своей стране под определенным негативным углом. Мы услышали. Илья, пожалуйста. Подростком я был очень впечатлен лекцией Юрия Михайловича Лотмана, который дал такое определение интеллигентности, как антоним хамства. Что-то противоположное хамству. То есть это свойство личности, при котором человек устремлен к тому, чтобы оказывалось уважение, чтобы с людьми считались, с другими точками зрения, с тем, чтобы был максимальный плюрализм. И в зависимости от состояния общества, люди с таким качеством могут объединяться в классе или не объединяться. Они могут иметь высокую политическую активность, они могут быть совестью нации, могут не быть в этомизированном... А бессовестностью нации они могут быть? И в каком-то очень критическом, зашкаливающем уровне хамства они могут стоять в очень острой оппозиции ко всему, что происходит. Можно продолжить чуть-чуть? Неправильно отождествлять интеллигенцию и исключительно западников. Здесь, конечно, в первую очередь вспоминается известная фраза Герцена Праксакова про две головы орла, которые смотрели в разные стороны, но было одно сердце. Что касается критичности интеллигенции, это да, критичность, но это очень важно. И я еще хочу сказать, что интеллигентом может быть совершенно простой человек, самородок, человек из любого класса и сословия. Ни в коем случае не нужно думать, что это некая прослойка людей, грубо говоря, вот такая буржуазная, людей, которые живут припевающе и сверху поплевывают и размышляют о судьбах страны, а все остальные горбатятся где-то там внизу. Конечно, нет. Интеллигенция, вот этот чисто русский феномен, связанный с состраданием, с размышлениями, с оппонированием сильным мира сего, но и зачастую с тем, чтобы пытаться активно участвовать, действенно участвовать в судьбах страны. Но что значит критичность? Критичность, она не всегда продуктивна, но она всегда необходима. И я не говорю, что интеллигенция, ее подавляющая часть, всегда вызывает у меня радость или приветливые настроения. Но только вот через пересечение одной силы с другой и вырабатывается светущая сложность русского общества. Когда вы критикуете интеллигенцию, да, довольно жестко, вы разве не оказываетесь интеллигентски критичным по отношению к жизни? Конечно, конечно, я... Можно ли это до конца разделить? Может ли священник быть интеллигентом? Я постепенно себя выдавливаю интеллигентом и думаю, что через 20, наверное, у меня это получится. Значит, проблема-то вот в чем. Смотрите, Сахаров интеллигент, бесспорно, да? А Аверинцев? А Курчатов интеллигент или нет? Уже будут думать некоторые люди. Суслов интеллигент или нет? Некоторые скажут да. А Аверинцев интеллигент? А Людмила Алексеева сегодня... А Беспорно, Людмила Алексеева сегодня интеллигент, да. Вы смотрите, что получается, все эти люди, умные люди и интеллектуально яркие люди, имеющие определенную гражданскую позицию. А дальше начинается спор о том, какая гражданская позиция, политическая позиция подходит под определение интеллигента, а какая нет. И проблема-то вся в том, в чем моя определенная претензия, как некоторая часть нашей интеллигенции. Не на уровне не сформулированной позиции, а на уровне интуиции, впитанных воспитанием, впитанных через западные радиоголоса, через некоторые явления культуры и искусства. Эти люди считают, что все, что представляет из себя общественную мощную силу, это плохо. Большое государство плохо, большой народ плохо. Большая церковь плохо. Аппараты на Красной площади плохо. Утверждение правоты государства или народа силой оружия плохо. Я считаю, что вот с такой интеллигенцией, может быть, России не по пути, как народу, который смотрит в будущее, в собственное будущее. Кто из тех, кого вы назвали интеллигентами сейчас, вот декларировал то, что вы сказали. Мне кажется, что вы определяете для себя интеллигенцию так, как вы хотите. Называя людей интеллигентами, они не разделяют многие ваши страны, которые сейчас говорят? Я имею в виду часть интеллигенции, но я знаю большое количество людей, которые так говорят в публичном пространстве, и еще большее количество людей, которые так говорят между собой. А вот учителя, профессура, провинциальная, библиотекарь, это кто? Нет, ну вы знаете, у интеллигента есть явно два признака. Если брать вехи в качестве центрального такого базового компендиума сведений об интеллигенции, там ясно совершенно определенно. Неполитизированный человек, это уже не интеллигент. В этом смысле, вот я не уверен, что Курчатов это интеллигент, например. Вот, тогда как, я не знаю, какой-нибудь... Производство тренбола. Да, человек, который участвует в какой-то там, не знаю, в движении общественном. Второй признак, он участвует очень определенным образом. Он всегда хочет понимать конечную цель своего участия. Вот бюрократ не всегда понимает. Он часто, ему приказывают, и он делает. Почему? Вы хорошо думаете о бюрократах. Нет, ну почему? Он понимает, он только ищет, он понимает то, что ему говорят. А вот интеллигент всегда хочет понимать конечный мотив всех, в том числе и собственных действий. И это, на самом деле, великая действительно функция этого человека. Я согласен с отцом Севодом по поводу того, что у некоторой части интеллигенции есть рефлекторный нигилизм. Это действительно зачастую раздражает. И я категорически противник двойных стандартов, что вот тех, кто придерживается таких взглядов, мы объявляем интеллигенции, а остальных маргиналами и отщепенцами. Это плохо. Но мне кажется, что сегодня можно говорить уже о совершенно другой общественной повестке дня. Когда идеализм как таковой, а для меня вот идеализм, это и есть признак интеллигента, идеализм как таковой топчется и вытесняется. И поэтому неважно, человек почвенник или западник, важно, присутствует ли в нем искренность, совестливость и вот этот идеал, идея, которая притворяется в действие. Возникнет еще и не раз. К сожалению, сегодня, когда мы видим всепобеждающую пустоту во всем, вы знаете, для меня дорог человек любых позиций и взглядов, которые настоящие. Проблема в том, что их спор должен когда-то кто-то остановить и принять политическое решение. Почему интеллигенция, которая все время стремилась быть либо во власти, либо над властью, давать ей совет со стороны, что надо делать, что не надо делать, как только она получала власть, тут же оказывалась абсолютно беспомощной. Иногда нужно принимать решение, оставить на будущее политические споры. Кирилл? Ну, она никогда власти не получала. Кирилл? Пару несчастных моментов было. На пару дней. Вы знаете... Это феврал 17-го и это отчасти 91-й год. Когда все рушится, кто-то должен захватить. Я не согласен с тем, что любая позиция хороша, потому что на позиции мы таким образом уравниваем добро со злом. Когда мы говорим о том, что об определенной прослойке интеллигенции, для которой признаком интеллигентности является национальный нигилизм, веховцы уже дали оценку той нигилизмической части интеллигенции, которая приближала и все-таки несется ответственность за национальную катастрофу 17-го года. И те, кто выжили в эмиграции, сами это прекрасно осознавали. Вот хотя бы возьмем уже постсоветский период. Вспомним истеричная кампания против восстановления целостности России в Чечне. Двойные стандарты в области правозащиты. Русская интеллигенция Украины бьется за право на русский язык. Они этого не замечают. То, что не выполняется в европейской хартии языков национальных меньшинств и так далее. Кирилл, вы можете меня считать интеллигентом отпетым, но мы говорим о вещах более принципиальных, которые... Я просто покажу признаки. Простите, я упомянул слово политика, но в таком теоретической плоскости хочу возразиться. В смысле Борис, он сказал, что мы должны заложить в определении интеллигенции и интеллигента тот факт, что он занимается политикой. В этом смысле надо решить, что интеллигенция давно перестала существовать в России. Вопрос, кончается на этом вообще влияние на общество или нет? Есть ли другие формы влияния на общество и интеллигенции? Мы идем учить детей в школу, как, например, я это делаю. Я еще остаюсь как бы интеллигентом, я продолжаю влиять на общество или нет? Мне кажется, да. Я много разговариваю с социологами, как научные журналисты, спрашивая, что происходит в стране. Многие, какие-то интеллигенты продолжают чувствовать себя влияющими на ситуацию в обществе, но огромный процент интеллигентов действительно полностью самоустранился и живет в состоянии внутренней миграции. И это надо признать. Вы, как люди неинтеллигентные, феклу выдавили из дискуссионного поля. Феклу, я все-таки настаиваю, что вы... Нет, нет, спасибо. Я совсем не рвусь в дискуссию, потому что я слово политика воспринимаю более практически. Если меня волнует то, что происходит в моей стране, это не значит, что я политизированная. Но это необязательный признак интеллигенции. Так же, как мы не можем, глядя на прекрасного протерея Всеволода Чаплина, считать, что вот все духовенство, русско-православная церковь, это вот такое. И вот только так и думают. Правда? Но так же и про интеллигенцию. Мне кажется, просто важным еще вот то, в чем часто обвиняют интеллигенцию, вот такое как бы, что доведено, наверное, до крайности словом нигилизм, но критическое отношение, мне просто, например, как, скажем, интеллигенту, как я надеюсь, или человеку, представителю интеллигенции, не свойственно чрезмерное восхваление, которое очень часто вот... Покаяние и самобичевание – это обязательно условие принадлежности к этому сословию? Нет, не обязательно покаяние и самобичевание, но какое-то чрезмерное восхваление, может быть, это связано... Вот меня тоже так воспитывают, меня очень любили, да? И нельзя сказать, что мои родители ко мне относились наплевательски, но при этом меня очень критиковали. Вот так же и для того, чтобы я была лучше. Выросла какая выросла, но не важно. Вот так же я отношусь к стране, в которой я живу, я думаю о том, что здесь происходит, и критически отношусь, потому что я верю в то, что мы можем жить лучше, чем мы живем. Спасибо. То, что было сейчас сказано тёкло, это очень хорошо. Критиковать, потому что кто-то любит свою страну, вот это очень важно. Был эпизод в истории позднесоветской, когда собираюсь поворачивать Сибирские реки. И государство, которое это делало, было мощное, могучее и, в общем, довольно безнравственное. И Валентин Григорьевич Распутин, вот которого не заподозрившись, но ни в каком вот этом поощрении всего антирусского правды, но никак не заподозришь, возглавил движение против поворота и боролся с этой государственной машиной, и критиковал её предельно жёстко, и добился таки того, вместе с Сергеем Павловичем Залыгиным и другими, леднепочвенного вполне склада, остановки этого чудовищного проекта, враждуя с государством. Вы знаете, что... И спрос вопрос, да. Дело в том, что интеллигент, который разрушает жизнь страны, он, а может быть, прав в этом случае, а может быть, не прав, но он должен примириться с принятым решением и исполнять его, если оно принято родным государством. Ты можешь критиковать, ты можешь пытаться объяснить, что ты прав, но если таков выбор от твоего правительства и твоего народа, ты должен исполнять этот выбор. А письмо Соловецкой в старце? Вот, понимаете, они... Собедник. Собедник. Они не были против советской власти, они готовы были работать вместе с ней, и они ясно об этом писали. Ты можешь критиковать, ты можешь доказывать собственную правоту, но в момент, когда нужна консолидация, ты должен, даже ступив на горло собственной песни, действовать вместе с твоим народом, особенно тогда, когда ему нужно сделать какое-то великое дело. А когда интеллигенция не действует с твоим народом? Очень часто. Ну, в какой ситуации? И когда мы должны наступать на горло? Историю с Чечнёй только что вспомнили очень правильно. Ты мог критиковать, ты мог воздействовать на власти, но ты должен был идти и с оружием в руках, если тебе это приказание оставилось в целом собственной стране. Не пошли на фронт интеллигенты во время войны? Или что? И никогда интеллигенция не будет выступать за насилие вообще, за применение? А почему? А насилие очень часто нужно. Вот в этом вот... Потому что нужно, чтобы кто-то это насилие сдерживал, иначе это насилие будет только мультиплицироваться. Для выживания народа очень часто нужно насилие, особенно тогда, когда народу угрожают. Представьте себе, что и государство, и интеллигенция все будут за насилие. Настоящая русская элита всегда участвовала в войнах, и всегда, когда нужно было призвать народ к военной силе, к её применению делало это. Отец, я, в общем-то, согласен с тем, что вы говорите, но мне кажется, что ситуации, когда требуется вот такая общая мобилизация, они крайне редкие. Это вот там 22 июня 41-го года. Всю жизнь такова. Нет, я считаю, что самое страшное, это попытка загнать всю страну под один формат. Как бы с водой не выплеснуть ребёнка. Под ребёнком интеллигент имеете в виду? Да, как бы с борьбой, с унификацией не отказаться бы от базовых ценностей. Что касается Валентина Распутина или словецких исповедников, то последние были сторонниками сильной и мощной России. Они отвергали ту государственную идеологию, безбожную, которая тогда... То есть, можно говорить, что некоторое государство подлежит отрицанию, некоторые неправильно. Они отрицали идеологию, они отрицали идеологию, как и Валентин Распутин. Но победа Валентина Распутина говорит о том, что действительно интеллигенция – это очень мощная сила. И весь вопрос в том, с кем будет эта сила, поле битвы сердца человека. Я как церковник, как мирянин, конечно, считаю, что церковь является совестью народа. Интеллигенция считает, что она лучше знает. Можно оправдать? Вот глубокий, так сказать, вот откуда глубина этого конфликта. Поэтому я считаю, из него выходом примирение церкви и интеллигенции, которым вот эту антигосударственную партию и... На условиях Кирилла Фролова. На условиях разоружения, пожалуйста. Ну, да, кстати, ассоциация православных экспертов была создана в честь столетия век. В 2009 году я считаю нашим ментим национальным позором, что столетие век так и не было отмечено высоким... Нет, ну, во-первых, было как-то отключено интеллигенцию. Как то? Но дело в том, что действительно, после веха тема интеллигенции церкви, она как-то ушла, и то, что она ушла из общества, это, конечно, на самом деле, одна из, на самом деле, факторов кризиса существующего. Потому что проблемы, которые были поставлены вот в эпоху религиозного вот этого ренессанса, начала 20 века, они абсолютно не решены оказались. То есть, интеллигенция, на самом деле, не очень понимает, что ей делать в церкви, а в церкви, она, на самом деле, не очень понимает, что ей делать с интеллигенцией. И теперь, на самом деле, интеллигенты существуют отдельно, церковь отдельно, бюрократия отдельно, и, на самом деле, серьезно... Никому от этого хорошо. Никому не хорошо. Пожалуйста, Илья. Здесь просто было произнесено ключевое такое слово «мобилизация», и оно сразу запустило у меня очень важные для меня мысли, которые у меня тоже остались от общения с левадовцами. Юрий Левадо начал, по-моему, один из величайших социологических проектов, который называется «Советский человек». И в рамках этого проекта возникло очень важное понятие, которое до него никто не придумал – мобилизационное общество. Общество, которое построено на мобилизации, которое нуждается в непрерывном подхлёстывании в виде внешней опасности. Это общество, в котором нет места разнообразия точек зрения, нет места творчества, нет места созидания, собственно, такому сложному. Это общество, которое совершает рывок. И в советской культуре это сделалось постоянным модусом. Ранее советская культура это применяла в каких виде рывков. Это окончательно закрепилось во время войны и дальше эксплуатировалось всегда и непрерывно. Говорилось, что интеллигенция – это такое ермо, которое мешает мобилизации и не даёт нам идти в верхний период. Если я правильно понял, что среди задач интеллигенции как раз и есть – мешать мобилизации. Да, это должна быть одна из вещей. Она должна отстаивать взамен вот такой упрощённой и примиссивной мобилизации. Она должна отстаивать ценности разнообразия и настоящего созидания. Я совершенно не считаю, что интеллигенция должна заниматься демобилизацией. Экклезиасты сказали, время собирать, время разбрасывать, время мобилизовываться. Хоть я отнюдь не сталинист, но я сейчас подцитирую Сталина, что мы от Сталина 50-100 лет, и если мы не догоним за 10-20 лет, то нас сметут. Конечно, нам не нужны формы Сталина с какой-то элитарной мобилизацией. Но страна отстала, стране нужен рывок в будущее. Почему интеллигенция должна быть, опять же, диссидентом, который выступает фактически за десуверенизацию России? Интеллигенция должна быть национальной, что в случае с Россией, дождественно православной. Вы живёте в мире, где есть мы. Я говорю, если можно. Вы живёте в мире, где есть вот эти мы, есть эти они, от которых надо защищаться. Я уверяю, что есть огромное количество наших соотечественников, людей более современных, которые не живут, они чувствуют, что мир един. Мир един, и мы должны его выстроить по нашим законам. В мире несколько войн. Вот как должна устраиваться нормальная программа жизни народа. Я буду защищать ваше право высказаться, когда будете говорить вы, но я сейчас защищаю право оппонирующей страны договорить до конца. Но я не столько оппонент, я, Кирилл, государственник, и я совершенно не против сильной страны, скорее, всецело за. Но при этом я вижу, что на повестке сегодня нет такого вопроса, как движение вперёд. На повестке главный вопрос – обретение смыслов, без которых двигаться вперёд невозможно. Я просто, на самом деле, даже готов поддержать Сергея. Я особо и не вижу никаких интеллигентов, которые рефлексируют. Я считаю, что их огромный недостаток в нашем обществе. Никто вообще не рефлексирует, а все в большей степени выкрикивают однотипные лозунги с разной степенью обоснованности. И, на самом деле, ну, что тут обсуждать? Мобилизация и демобилизация. Мы пережили ситуацию такого ситуации демобилизации, упадка психологического, что всякая, вообще, практически имитационная форма иммобилизации, которые сейчас, на самом деле, используются, абсолютно имитационная, на самом деле, естественно, не приводящая к никакому тоталитаризму, но просто пытающаяся как-то, значит, собрать это общество. Это было время говорить, что упадок – это когда? Ну, как в 90-е годы, как всё это говорит. Ну, это вот очень важный миф для сегодняшней пустинской России. Ну, какой это миф? Ну, слушайте, ну, что это за миф? Это было гораздо более живое общество. Да. Ну, живое для преступников, бандитов. Я думаю, что проблема решится очень просто. Мира в России и мира в мире скоро не будет. Мир не может быть долгим, особенно в условиях, где есть только противоречий. Будет очень серьёзное столкновение разных народов, разных концепций развития мира. Вот в этих условиях нам, на самом деле, нужно научиться дисциплине ума и дисциплине гражданского действия. Если ты знаешь волю своего народа, если она отражена, она есть. Думай не о том, как встать в сторону и критиковать, а думай о том, как в этих данных тебе исторических условиях сделать, чтобы твоей стране было лучше. Где-то аккуратно категория, а где-то помни о том, что мы живём не в идеальном мире, где через 20 лет будет полная гармония. Мы живём в мире жёстких противоречий, нескольких цивилизаций. Ну и с кем вы будете воевать? Не с кем, а за то, чтобы вещи, которые, я считаю, важными для себя, были важными в мире. Дело не в том, чтобы обороняться от нападающего. Дело в том, что наш народ, как сильный народ и умный народ, имеет право на то, чтобы выстраивать жизнь всего мира по своим идеалам. И за это придётся бороться. И я считаю, что под это нужно мобилизовывать людей. Лучше мирными средствами, но я думаю, что мирной жизни очень скоро не будет. В обществе находится в состоянии такой перемены, транзита, и народ тоже находится в таком же состоянии. Самое и опасное, и плохое, что в этой ситуации нет на самом деле интеллигентов. Вот если бы сейчас было большое количество интеллигенции реальной, такой, которая была в 19 веке, она могла бы народу объяснить что-то, объяснить и народу, и власти, как находить взаимопонимание, как строить институты. Но на самом деле интеллигенция в 90-е, она в какой-то степени предала себя. Она создала общество, в которое ей не оказалось места, в которое она свелась в роли обслуживающего персонала, либо большой власти, либо больших денег. Интеллигенция принципиально является меньшинством по своей конституции, по своей сути. Численно. Их людей бывает не очень много. Чем меньше есть ее голос, тем меньше шансов, что эта ситуация асфальтового катка будет как-то раскачана. Чем меньше у меньшинства голоса, тем меньше у меньшинства голоса. Кирилл, можно я вам задам вопрос? Вот отец Всеволод очень четко описал ту картину мира, которая стоит перед глазами, что есть большие начала, государственное, народное, есть малые группы, которые могут помогать этому большому, могут ему вредить всячески. И я понимаю его логику, но у меня вот такой вопрос. Разве в этом мире не у каждого своя роль? Есть закон, который может приводить к казни, есть палач, который обязан казнить. Не всякий должен быть палачом, должны быть те, кто будут требовать освобождения, помилования того, кто к этой казни приговорен. У каждого своё призвание. Разве нет у интеллигенции своего призвания? Требовать, да, излишне, да. Я сейчас встану на эту точку, потом, может быть, и переменю. Требовать большего, чем любое государство может сделать. Да, оно должно вставлять ему палки в колёса, когда оно становится слишком могучим. Оно всё равно его не остановит. Но сказать, что оно не право, разве не в этом долг вот этой малой группы, а вроде бы бессильных людей? Нет. Если мы говорим, что добродетелями для интеллигенции, для любого другого человека является совестливость, правда, то интеллигенция и должна говорить по совести и по правде, а не быть принципиальными разрушителями государства. Почему большое государство всегда опасно? Не всегда. Не всегда, а иногда бывает. Если это опасно, тогда, когда оно, опять же, оккупировано неким антинародным меньшинством, когда оно разрушает народную жизнь, так как это было большевики в 20-е годы, тогда долг критиковать эту государственную власть, но не сам принцип государственности, потому что здесь я опять вернусь к веховцам, когда Держан Цзон говорил, что, ребят, вот вы это государство кастерите, а если оно упадёт, будет хаос, будет хуже. Поэтому давайте говорить о каждом конкретно государственном строе, правителе, ситуации. Мне кажется, это самое важное. Мы не против государства. Но мне кажется, и невозможно так категорически к этому подходить, что если кто-то критикует, значит это всё ради разрушения государства. Может быть, ради укрепления. Я-то говорю о тех случаях, когда ради разрушения... А мы твои во других случаях. Очень хорошо. Прекрасно. Не вы же лично, а объект моей критики. Объект моей критики – люди с двойными правозащитными стандартами. Насчёт того, что когда меньшинство может что-то сказать или не может что-то сказать, понимаете, есть одна, мне кажется, важная вещь. Интеллигенция не должна стремиться уж так уж сильно, может быть, к той ситуации, когда ей будет уж очень хорошо. Понимаете, вот когда интеллигенция уж слишком хорошо, это значит, что-то не совсем хорошо в обществе. Интеллигенции всегда... А когда ей совсем плохо. Когда ей совсем плохо, тоже плохо. Но вот, понимаете, вот когда она живёт и наслаждается жизнью, и всё прекрасно, и она всем довольна, и более того, она заявляет, что она всем довольна. А так и было вот какое-то время назад. Да, вот она заявляет, что ей хорошо, и всё нравится. То это и есть метафизическая смерть интеллигенции. Весь 20-й век у этого государства ушёл на то, чтобы именно точечно и фокусно выжечь саму идею голоса меньшинства. Это было в феврале, в какой-то степени октябрь 17-го года, когда интеллигенция многое нравилась, и чем всё это кончилось. И это был 90-е годы 20-го столетия. Она тогда, она значительная, по крайней мере, часть этой интеллигенции, некоторое время, года там 3-4 точно, всё время говорила, как ей хорошо. Есть место для дискуссий, и дальше есть место для принятия решений, после которого все должны его исполнять. Кончить споры и исполнять одно иное решение. Кроме тех, кто будет его тихо освободить. Я хочу сказать, что ни в одной стране мира, отец Селлот, ни в одной стране мира, кроме вот совсем уж таких вот жёстких и карикатурных стран, нет такого, что мы любое решение должны исполнять все единогласно. Есть вариант Александра Сергеевича Грибоедова. Это вариант вольнодумца, человека, который критично относится к порядкам, установленным в своей стране, но готов в своей стране служить в нужных ситуациях. И пример Грибоедова, по-моему, идеально и ярко иллюстрирует именно это. Для меня это тоже пример, пример для подражания, но отвратительно бездушное следование любому чиху государственного аппарата. Мне показалось, что авторитет в обществе, он должен определяться не только красивыми фразами, и тем более не уровнем и накалом критики, а тем, сколько он, например, сам проработал для благо страны. А как это измерить? Очевидно. Годами. Отработал 10 лет. Пойди-ка послушать. Значит, тебе можно верить. Значит, тебе можно верить. А что ты, кстати, здесь в 10 лет пишет, он не работает на благо России? Поработал где? В государственном аппарате? Я просто не понял, логики не понимают. Идеально, да. На всех не хватит. Даже на юрки. Или ванной 10 лет, или на ДИП-службе, на... А если он бизнесом в этой стране занимался, то что тогда? Есть вопросы. А если он преподавал? Вот тогда есть вопросы. А если он преподавал? Смотря где? Смотря где? Уважаемые друзья, дайте мне это задать. Уважаемые интеллигенты и антиинтеллигенты, дайте мне задать вопрос. А если он преподавал в государственном ВУЗе? Думаю, что это хорошая проверка на прочность и на здравомыслие. Думаю, это нормальная проверка на здравомыслие и прочность. А вы преподаваете в... В государственной школе. А в... В 4 тысячи рублей. В государственной школе. Очень хорошо. Очень хорошо. Дело, по-моему, идеальное и портретное стало. Интеллигент. Это человек, который, значит, госчиновник, готов к войне со всем окружающим миром. Да, за восстановление русских ценностей. И, по-моему, все с этим образом в порядке. Пародировали вы хорошо. Да, это, конечно, я в вашем портрете совсем не узнал. Я думаю, что Ачерсел говорит об этике служения, которая может быть реализована и на государственной службе, и в искусстве, и в бизнесе, кстати. У нас должен быть национальный капитал, национальный капитализм. И интеллигенция должна действительно, она здесь, ну, смешно ее отрицать. Я говорю, это сила, это интеллектуальная сила. И, видите, вопрос в том, с кем она пойдет. Поэтому я выступаю за воссоединение церкви и интеллигенции. Подожди. Для меня идеал отношения церкви и интеллигенции – это отношение митрополита Антония Храповицкого к Федору Михайловичу Достоевскому. Если вы знаете, он даже предлагал проводить исповедь по творениям Достоевского. На целом книге есть. Ну, отец Целл, конечно, нарисал очень уязвимую для критики картину, потому что понятно, что такое служить, где служить, и как кто служит. И понятно, что много русских литераторов, включая того же Достоевского, наверное, служили гораздо больше, чем чиновники, которые там цензурировали его романы. А Тебе Чаров работал в цензурном ведомстве, в Вязевске тоже. Да, и Тютчев работал в дипломатической службе, Леонтьев тоже работал в цензурном комитете и так далее. Но, тем не менее, ясно, что не этим они замечательны, тем, что они там работали, а тем, что они писали, тем, что они мыслили и так далее. Поэтому это, конечно, немножко такая наивная точка зрения, но, с другой стороны, понятно, чему она противостоит. Она противостоит такому цинизму, господствующему, я только не скажу в интеллигенции, но господствующему в кругах такой, такой люмпингламура такого, знаете, вот. Ну, к чёрту всю эту страну, ну, к чёрту всю эту, главное, чтобы мне жилось хорошо. Поскольку это постоянно транслируется, это не имеет характера какой-то узкой субкультуры, это почти что альтернативная культура. То есть, естественно, люди, занимающие какую-то иную позицию по этому вопросу, ну, вот они пытаются вот как бы вот... Разбудить интеллигенцию к жизни. Разбудить интеллигенцию к жизни. Разбудили к жизни, к совести. Меня не надо было будить, но я должен вам сказать, что вот если не считать тех, кого описал отец Севолодов, остальные, в общем, более-менее уехали. В 20-й век и из поколения в поколение занимался тем, что выжигал меньшинство, выжигал позицию активного совестливого меньшинства и почти не оставлял ему шансов. Хорошо. Илья, я знаю вам вопрос русского интеллигента. Что делать? Этот вопрос каждый решает для себя. И я, например, и ряд моих с Русей считают, что мы здесь можем жить. И мы занимаем активную позицию. Мы работаем в науке, в культуре. Кто-то отвечает на этот вопрос отрицательно. Феклу, давайте. Мне просто кажется, что невозможно... Не обязательно смешивать это разные круги вопросов, которые государство должно решать, и интеллигенция. Круг вопросов для интеллигенции, то, что волнует людей, которых мы так называем, шире непосредственно государственных решений, которые мы должны брать под козырёк. И просто размышлять о том, что происходит. И думать о том, как договариваться, и иметь разные точки зрения. Потому что мне вот такая воинствующая позиция кажется абсолютно тупиковой и губительной. Особенно в России, где очень разные люди живут, но все очень горячие. Про оговорку насчёт горячности помните, да? Да-да. На самом деле, я люблю горячих людей. Мне нравится воинственность. Важно, чтобы она была подкреплена некими смыслами. Проблема современной России в чудовищном истончении смыслов. Интеллигенция для меня, повторюсь, это и преподаватели, и библиотекари. Это те, кто получают сейчас жалкие гроши за свой подвижнический труд. Но интеллигенция для меня – это и люди размышляющие. В том числе те, с кем я иногда категорически не согласен. Только если можно очень коротко, потому что время наше вышло. Есть ли вот в России та группа людей, интеллигенция вы назовёте, или как угодно назовёте, которая будет отвечать за вот это производство смыслов? Потому что спорить с тем, что пустота во многих сферах общественной жизни возобладала бессодержательность, я боюсь, что спорить с этим не приходится. Есть ли это обязанность или нет? Церковь и Всемирный Русский Народный Собор предложили базовые ценности, которые нам нужно одобрить и по поводу которых нужно перестать спорить, приняв их как раз и навсегда данные. Так что есть такая группа и есть такая программа. Спасибо, Борис. Есть их, но их очень мало, и они очень разрознены. Шанс соединить их есть? Шанс соединить их, мы постепенно... Многие пытаются это делать, но, по-моему, до сих пор пока без результата. Кирилл. Я считаю, что у Русской Церкви есть потенциал и возвращения интеллигенции в Россию, и смыслократического возвращения, и диалог Церкви и интеллигенции сделать эмоциональной, и в случае объединения людей, которые рефлектируют, размышляют о смыслах, у России есть очень хорошее окно возможностей. Сегодня я вижу значительное количество пишущих людей, ярких и талантливых, которые мне интересны, и для которых, в том числе литература, это такое своеобразное алиби. Здесь много говорилось о политизированности интеллигенции, но еще одно свойство интеллигенции – это острое чувство брезгливости по отношению к тому, что видится аморальным. Спасибо. И в этом смысле, я думаю, что нужно помнить и о христианской, и о человеческой совести. У меня два ответа на этот вопрос. Только кратко. Один – нет. Этой группы нет. Второй ответ – да. На самом деле, такая группа есть, но я думаю, что она не живет территориально строго в России. В мире есть огромное количество русскоязычных людей. Я с ними постоянно общаюсь по характеру моей работы, и того издания, в котором я работаю. Они живут в Америке, в Англии, они живут в России, они могут жить в России. Даже в России? Они могут жить и в России. И им гораздо более не все равно, что происходит с Россией, чем многим из тех, кто живет здесь. Спасибо. Мне кажется, что такие люди есть. Их очень много, и они не представляют из себя просто группы. Их нельзя назвать группой. Но, конечно, наша задача и наше мечтание в том, чтобы эти люди каким-то образом могли эти смыслы произносить и обсуждать. Для этого не надо быть партией или сословием, или еще чем-то. Мне кажется, что достаточно просто как-то иметь возможность об этом размышлять. Спасибо вам большое за вашу определенность. Я никакой черты подводить не буду. Тем более, что это последний в этом телевизионном сезоне выпуск программы. Тем временем дальше будут еще повторы. Но вот свежий выпуск последний. Мне очень радостно, что он на такой серьезной ноте прошел. Хорошего всем отдыха. Вы имеете на него право. Независимо от того, интеллигент вы или антиинтеллигент. Страна общая и отдых. Хотя бы отдых пусть будет у нас общим. До свидания до сентября. Спасибо. 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 Спасибо.